здравствуйте дорогие мои давно у нас не было знаете чего не было обсуждения ваших комментариев тем более что их количество постоянно растет и что радует не только количество но и качестве вопросы разные разные вы присылаете не на все из них честно говоря в моей компетенции отвечать поэтому я на многие вопросы не отвечаю должны меня понять то знаете насколько экспертов развелось которые про полет говна кукушки сквозь облачные слои атмосферы все прекрасно знают и про ковид и стратегические бои под роботино и могут конечно же безусловно рассказать вам о гео стратегии на целлюлеза бумажной промышленности понимаете в уренгое я нет сразу каюсь не все мягко говоря знаю мало даже скажу что знаю но надеюсь что нашу программу смотрят как бы и чиновники которым вы обращаетесь и другие компетентные органы тоже представители этих органов смотрят и поэтому я отобрал некоторые вопросы которые обращены непосредственно ко мне но как бы мы можем это спроецировать на тех людей которые как бы этим занимаются по долгу службы ну и давайте перейдем к вопросам а то у нас что-то долго долгое вступление рау-роу латинское рау-роу здравствуйте уважаемый тигран как вы считаете что нужно делать с насквозь фашистствующим населением украины после ее освобождения сегодня эти люди поддерживают убийство и зверство над русскими стоит ли их прощать и перевоспитывать или же нужно поступать более строго ну во первых я не согласен с фразой насквозь фашистствующей напомню вам в истории человечества была уже такая такой прецедент называется гитлеровская германия мы об этом говорили не один раз получился казус страна гетте канта страна баха бетховена вдруг превратилась страну гитлера геббельса газовых камер и всего остального нет конечно можно сказать что это была такая рана после унизительного поражения в первой мировой войне может нам можно и так сказать но это же не отменяет то что целая великая нация сделаешь огромный вклад в мировую культуру вдруг перестала обращать внимание на вырванные коронки у евреев перед газовыми камерами и на абажур из человеческой кожи и потом я вам напомню что самое большое количество антифашистов случилось именно в берлине когда туда зашли наши войска в сорок пятом году по все вокруг были антифашисты все поэтому не надо знаете не учитывать огромную роль пропаганды которым 30 лет я настаиваю 30 лет 30 лет именно когда в 90-м году во львове подняли вот эту двухцветную тряпку украденную у шведской у шведского государства которые назвали своим флагом девяностом еще не было ничего ни референдумов ни расстояния ничего не было и мы не обратили на это внимание ну центральная власть то бишь горбачок была тотальная ошибка так вот эти 30 лет никуда не делись была воспитанная манкурт на это какая-то часть большая достаточно часть нации от другая часть которая как бы всегда считала себя такая ну киевская знаете такая восточная киевская ну что мы-то нормально ну что мы будем обращать на этих животных западенцев ну может мы все понимаем херакс и просрали страну пришел к власти попав майдан снесли вороватого януковича но пришел к власти этот пастор потом порошенко потом зеленский и все казалось шуточки хихоньки хахоньки а нет и они довели до войны и и теперь появилась вот эта классическая украинская она зашел то есть мы давайте не отказываться от многовековой истории совместного проживания я далек сейчас называть их братьями не братьями не надо вот этого мы воюем очень тяжело стрелять в братьев ну и когда другой брат тебя стреляет тоже что-то тяжело ну же каина или что что происходит значит пока враги за дурманенными мозгами продавшиеся западу за кружевные трусики или за какую-то эфемерную идею которая рушится у них на западе неважно но когда я говорю о многовековом проживании вместе в одном доме взаимопроникновение количество украинцев этнических который живет в россии зашкальдов страной у нас руководили извините пожалуйста со времен хрущева одни украинские кланы советского союза да но это нельзя говорить что все всех строго покарать надо смотреть то что делал как себя вели что говорили если кровь если помощь в ссу но все надо смотреть в своей массе народ не виноват народ пошел туда куда его повели краснобай болтуны куда его поняли деньги хотя парадокс лучше чем при янукович азаров азаров это премьер-министр украина никогда не жила и когда вот так парадокс да и это все снесли потому что что было решение чье правильно западное а украинцы повелись я все-таки думаю что то что одна пропаганда сделала другая правда точно переделать сможет поэтому думаю что давайте пока жестокостями подождем а будем просто точечного строгость закона употреблять по отношению к тем кто реально гадил украинско-российским отношениям украине и нам россиянам ну а для начала надо бы сначала победить тимофей алешин пишет тигран монстр здравствуйте как вы думаете начнется ли в нашей стране полоса терактов как это было например во время чеченской войны очень интересный вопрос понимаете теракты претерпели эволюцию мне кажется что сейчас самый страшный этап этой эволюции ну давайте быстро поговорим сначала они были идейные ну мы вспоминаем 19 век взрывали царей взрывали не только царей взрывали в разных странах европы монархов пытались взорвать а это были идейные напомню вам как засулич оправдали веру засулич вынесли суда на руках интеллигенция да потом в двадцатом веке это перешло в сторону идейных радикальных значит группировок это и красная армия германия да красная армия это то в испании ну много их было да и как апогеи значит и исламские фундаменталисты которые очень превратно воспринимали великую книгу под названием карат вот и тому мы были уже сами свидетели вот мое поколение а теперь появилась абсолютно новая фаза террористических актов это какой-то найм по объявлению то есть смотрите нету я сейчас говорю про крокус конечно же никаких требований какие-то бандерлоги нелюдей плохо говорящий как мне кажется на любом языке просто за деньги убивают людей под психотропными препаратами а главное что это сделано чтобы дестабилизировать стране ситуацию нету не требований политического идеологического или какого-либо другого толка есть просто сам акт который как мне кажется может организовать любая разведка меры наняв прокладка 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 одна прокладка вторая третья четвертая прокладка уже нанимает самих исполнителей ты найти того кто захотел тебе сделать гадость это может быть любая разведка по счетам очень трудно потому что один нанимает оружие другой нанимает третье распределяет это в стране четвертый в какой стране нанимается что под этим никакой идейной подоплеки просто события смотрите будет ли такая ситуация у нас вот я на вопрос тимофея пытаюсь ответить как она была вот девяностые и нулевые если помнить беслан помнить дубровку я конечно же надеюсь что не будет во первых потому что у нас есть разные отделы которые вентилируют и сетевую историю безопасность и и сам факт того что это произошло это конечно мягко говоря мобили мобилизовала все те спецслужбы которые отвечают за безопасность и вообще за профилактику подобного рода но вот застрахованы ли мы нет равно как и в других странах мира понимаете в чем ужас этой третьей рекарнации терактов в том что теперь вот то же самое как северным потоком все знают кто все взорвал да непонятно кто ну как и что все знают также как и с крокусов все знают но также может быть все будут знать когда что-нибудь взорвется где-нибудь в лондоне в париже в америке но не будет правил игры не будет вот этих неписанных ли где-то тихо сказанных кулуаров спецслужбами между друг друга вот собой они там сидят тихо на разговаривают вот знаете ребят свое время после гибели серии смертей агентов разных стран и наших американских в болгарии так далее там подобное было принято решение лет разведчиков давайте больше не устранять наших вот друг друг и не устраняет но сейчас эта фаза когда любая спецслужба может организовать все что угодно и гладкие взятки гладкие это очень опасно потому что как спецслужбы так и военные и профессиональные военные это поверьте мне единственное что осталось из предохранителей предохранителей ядерного безумия клянусь потому что с этими лидерами разбираться и разговаривать не о чем остались только военные которые с одной стороны понимают ну просто они военные они 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 знают точно без всяких лозунгов без всяких деклараций без всякой политики что такое полная жопа если вдруг откроется шахта есть спецслужбисты которым тоже это нахрен не надо ну вот я боюсь что вот это третья стадия нынешняя стадия она подрывает самое главное что есть у профессионалов доверие доверие я практически уверен что руками украинцев двигали англичане я думаю это уверенность спецслужбах я думаю что это знают и американцы но когда люди во всем мире люди теракт воспринимали на любом уровне зная что это может второй вторым концом по тебе ударить но это общее зло общее а сейчас никто ничего не делает наоборот всем выпей это и гил и гил и гил кто и гил то сочинил кто алькаиду сочинил в общем тимофей боюсь что он не застрахованы не застрахованы если вопрос об этом целых восемь гектаров в окружении живописных насаждений в крылацком это детский парк развлечений сказка в парке более 40 классических и новейших аттракционов десятки тематических локаций мест для отдыха и корпоративных встреч на свежем воздухе парк принимает гостей круглый год здесь можно отдохнуть всей семьей зарядиться позитивными эмоциями и даже отметить день рождения ребятам всех возрастов парк предлагает безопасные карусели как наземные так и воздушные спортивные и надувные батуты катание на паровозиках лодках и пони циклах захватывающие лабиринты в локации дина парк можно совершить путешествие во времени в эпоху динозавров дети могут познакомиться со свирепыми хищниками и безобидными гигантами которые населяли землю миллионы лет тому назад причем все они с элементами интерактивности они двигаются парк аттракционов сказка самый большой в западном округе светлана здравствуйте уважаемый тигран прокомментируйте пожалуйста украинские беспилотники над татарстаном как они смогли незаметно пролететь больше тысячи километров должны ли власти в регионах озаботиться наличием систем рэп и не только систем рэп но и я думаю должна заботиться и системой пво в москве же озаботились озаботились и разные нефтяные компании тоже озаботились уже этим верю ли я что это беспилотник пролетел ты еще с лишним километров не верю не возьму даже на себя смелости утверждать что существуют спящие дрг как мне кажется которые запускают эту территорию российских федераций откуда не знаю но допускаю эту историю допускаю любом случае мы должны идти по пути больше безопасности страна у нас большая вся технологическая мощь запада стоит на стороне украинцев понятно что это такие же беспилотник как и альпинист как и бэки беспилотные катера это такая же украинская разработка сбо и гура ребят не смешите мои сандалии это англичане которые все это и поставили вот поэтому оцениваю это как часть войны как одна из примет войны как еще одно доказательство террористического характера верхушки руководства украины я просто напомню что в татарстане попали по общежитию вот и ни в чем не туда в общем попали вероятно куда мы а может иметь или в общежитии не знаю не в курсе вот поэтому ничего нового в этом нету да глубина глубина увеличивается так извините пожалуйста что-то мне подсказывает что после теракта вообще много чего изменится и много чего станет в этой специальной военной операции больше похоже на нормальную беспощадную как и любая война как это бывает во время любой в течение любой войны беспощадный характер ну с нашей стороны по крайней мере я думаю точно вы знаете мы слишком долго верили вот эту братскость мы заблуждались в том что нас хотят вот все кругом видите нас никто не боится не внутренних там служб СБУ гура украинцы и его вот вот все будет хорошо все цветами нас будут встречать а как же иначе мы же братья оказалось что нет и мы не бомбили казармы вначале мы не бомбили подстанции мы ничего не делали того что американцы сделали сразу югославии мосты энергосистем энерго инфраструктуру дорожную структуру казармы безусловно штабы во все не мы этим не занимались мы все дольше и дольше долго и долго мы никак не могли понять что они с нами воюют и это не шутки ну вот поэтому дорогая моя светлана это является показателем войны белгород но это вообще нацистские а ну это просто вообще терроризм чистой воды когда просто бомбят гражданских война война и правильно президент сказал санитарная зона или серая зона очистить от мразей если надо чтобы там вообще трава не росла ну если по-другому нельзя потому что жизнь наших граждан намного дороже так вот очень интересно евген васкис мексиканец я так понимаю что он я не понимаю сам это пишет в общем прочитаю здравствуйте жаль что связь тут не очень на передовой мысли много и все сводятся к одной мы должны просто обязаны победить и не просто а сокрушительно по всем фронтам и с террористами вопрос решить жестко однозначно и непоколебимо иначе зачем я здесь зачем живу в земле и езжу в своем танке что защищаю кого уничтожаю я знаю ответы на свои вопросы хотелось бы знать что они совпадают с ответами моего любимого народа народа россии и владимира владимировича с любовью к вам и уважением обнимаю жду выпусков ну и я тоже к вам с уважением евген да мне кажется сам факт того что вы находитесь на передовой живете в земле и по этой же земле передвигаетесь в танке является первым показателем того что вы знаете ответы на все вопросы и безусловно после выборов нашего с вами президента 87 с лишним процентов на эти вопросы отвечают так же как и вы и так же как и я а вы как мне кажется не хуже меня знаете что там передвигаясь по этой земле в танке на передовой где плохая связь вы просто защищаете свой уклад не просто родину нет свой уклад свою детскую свои колыбельные и те колыбельные которые вы хотите петь вашим детям если они есть или тем которые будут дай бог вы хотите чтобы ваши дети ходили бы в нормальный детский сад где им рассказывали бы не то что мальчик с мальчиком это хорошо а то что Добрыня Никитыч с Илёй Муромсом наказали змей Горыныча в очередной раз потому что добро всегда побеждает зло вот за это вы там вероятно с еще сотнями тысяч наших с вами собратьев и соотечественников и живете в земле и передвигаетесь на танках с артиллерийскими орудиями в составах мотопехотных мотострелковых реактивных и ракетных любых войск чтобы вот это защитить это одна из тысяч вещей которые вы защищаете чтобы до наших домов не долетали их ракеты которые пока еще долетают но мы же обязательно с вашей помощью с помощью всех тех ребят которые там на передовой сделаем так чтобы не долетали и конечно победа по всем фронтам должна быть безусловно сокрушительной у меня дорогой Евген нету других ответов кроме тех которые есть у вас кроме еще одной добавки низкий поклон вам и всем тем кто с вами рядом там воюет низкий поклон от всей страны от всей той страны которая собирает посылает вам туда на последние деньги на предпоследние которые молятся за вас утром и вечером за вас за всех за наших героев и задача ваша дорогой Евген вернуться вместе со своими бойцами сослуживцами живыми и здоровыми и обязательно с победой вот такой вот ответ на ваш даже и не вопрос Евген Альпака парк это место в Москве где живут самые милые и дружелюбные животные на земле альпака они самые маленькие представители семейства верблюжьих в основном питаются травой и сеном имеют плотную густую шерсть в парке 10 альпака двух разных пород уакайя и сури порода сури является редкой их шерсть считается самой ценной на планете среди альпаки этот вид составляет менее 5 процентов в альпакопарк представлены только ухоженные титулованные животные которые любят детей и взрослых шерсть животных гипоаллергенна альпака будут улыбаться во время посещения парка и подарит хорошее настроение на целый день взаимодействие и кормление животных происходит под чутким контролем со стороны персонала посетить альпакопарк можно без предварительной записи место отдыха работает круглогодично дети ростом до 90 сантиметров в сопровождении взрослых посещают парк бесплатно ну и по традиции в завершении о герое о герое о герое гвардии полковник командир 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады азатбек амурбеков о нем сегодня расскажу возглавляет как я уже сказал 64-ю мотострелковую бригаду которая с первого дня участвует в специальной военной операции на Украине в марте 22-го бригада с боями заняла город Бучу Киевской области подразделение бригады под руководством полковника амурбека три недели три недели удерживали рубеж за это время отразили 50 атак уничтожили 40 единиц бронетехники и сотни человек живой силы противника за проявленные стойкость и мужество 64-й отдельной мотострелковой бригаде присвоено почетное звание гвардейское а ее командир Азадбек Амурбеков удостоен звания героя России на сегодня это все дорогие мои берегите себя думайте о здоровье это важно ибо чем крепче вы и чем больше у вас здоровья тем больше вы сможете сделать для своих близких для страны поэтому на первом месте свое здоровье здоровье своих родных своих детей родителей но и об интеллектуальном здоровье не забывайте я не только об информационной гигиене но и о знаете саморазвитии о чтении об обучении чему-то новому наше время очень тяжело с этими платформами шортиками вот с этими короткими все это уносят от каких-то серьезных вещей надо остановиться я сам грешу сам давно не открывал серьезные книги к сожалению но вот сейчас будем перечитывать и главное помните что мы на войне это которая уже добралась до наших домов мы говорили сегодня об этом об этом поэтому обязательно будьте бдительны и будьте осторожны ну просто более сосредоточены что ли ну и главное не переключайтесь ибо некуда в столичном районе хорошого мневники на улице саляма адиля работает фермерская ярмарка здание торгового комплекса оформлено во французском стиле начала двадцатого века посетители ярмарки высоко оценили стилистическое оформление павильона а также качество и доступность продуктов на прилавках представлены товары со всей страны а цены продавцы стараются назначать справедливые на ярмарке представлена продукция из многих регионов России столичным жителям сюда везут колбасы и мясные изделия из Тамбовской области из Владимирской области молочную продукцию соленья и птицу в Подмосковье для ярмарки пекут хлеб готовят рыбу варят сыры лучи дагестанского солнца остались в ярких сухофруктах режим работы ярмарки с 9 до 21 часа ежедневно кроме понедельника ежедневно в Беларусь в Беларусь Субтитры сделал DimaTorzok